Всем привет, друзья! С вами Яковлевна 2001 и это 49 выпуск моего города в Майнкрафте. Сегодня, друзья, у меня есть обновление в том, что я скопировала эту трёхэтажку, которая очень хорошо получилась. И я признаю этот проект, то есть признаю этот трёхэтажный живой дом, который в виде российского Триколора самый лучший дом в городе. Самый лучший вариант дома, хоть и низок, но зато это самый лучший из моих построек в городе в Майнкрафте. Вот я чё, от самого первого. Ну и хрущёвка, знаете ли, друзья, хрущёвка тоже лучший вариант. То есть и тот, и тот вариант лучше. Вот, кстати, вот здесь вот тоже поставил эти хрущёвки, эти трёхэтажки. И да, друзья, в общем, я когда, в общем, собирался строить техникум, кстати, это будет новинка, я заметил, что в этом доме я обнаружил непонятную дырень. Вот здесь была такая непонятная дырень во втором подъезде. И мне пришлось, как сказать, сделать ремонт в этой многоэтажке. Ну и, в общем, отремонтировал, знаете ли. Также я ещё скопирую хоть эту свечку, хотя... В общем, пока я копирую, у меня частично скопировался магазин Minimarket мечта, но... Я решила просто не удалить, а просто из неё сделать, как магазин канцелярии, вручалочка. Кстати, у меня в городе такие названия города. Канцелярский магазин имеется в городе у меня в Челябинске. Он такой есть, радостковый. Но это будет более, так сказать, особенным. Но по интерьеру такой же, что Minimarket мечта. Ну, зато на крыше вот такой вот глобус. Типа, земля зелёная. Типа, Европа, Америка, Азия. А вот нижняя, жёлтая, это Африка. А голубой это уже море. То есть, Атматический океан, Северный ледовитый океан, Чёрное море, Красное море. Средиземное. Но, дальше я перечислять не буду. Не буду. И вот, друзья. Свежее обновление на сегодня. Это техникум. Да, друзья. Это самый первый техникум в городе. Который уже самый первый. И... По сути, он выглядит так же, как школа, только... Только, естественно, так вот... Только там немного другой вариант, естественно. Там отсутствие столовая. Там просто находятся автоматы с едой. А во-вторых, у него... Он четырёхэтажный, в отличие от привычной трёхэтажной школы. Но на вкус и цвет товарищей нет. Так что, давайте посетим. Да, друзья, в общем, темновато, но... Сейчас он у нас строится там. Шейдеры волшебные, можно сказать. Ладно, сейчас... Речь у нас не про шейдеры. Вот. Катероп. Да, лохтёры. Лохтёры. Вот так. Здесь же у нас два кабинета. Технологии здесь у нас. Мальчики, мальчики. Здесь у нас девчонки. Технологии. Отличное, что у нас здесь... То, что... Женская... Для... 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 Девочек у нас здесь вот... Холодильники, печки. А здесь вот... Таким русской... Там... В русском антиле... Кабинет... На лодке. Так, как я говорю, здесь нету столовой. Просто у нас... У нас такие вот... У нас просто холодильники. Ну, или просто автоматы с едой, чтобы можно было... Ну, или сами уже приготовить нафиг. Если... Негабаритный. Ну, здесь у нас тут вот гардюр. Так сказать... Надел, где он храним вещи. Складик. Ну, или просто там полный хлам. Можно добавить паутинки, чтобы... Дать... Что это... Хлопник. Так... Габинеты... Тут... Тут они вовсе одинаковые. Но... В конце... В самом... В этом... Коридор на первом этаже. Здесь в туалетах. По сути дела, они одинаковые. Потому что... Это потемнело у нас. Давайте-ка поставим утром. Кстати, друзья, я изменю... Эээ... Размер шрифта в... В моде Беттерфонс. В общем, там был пятнадцатый. Но я поставила двенадцатый. Ну, да. Вот здесь это не очень хорошо отразилось. Но... Зато на там... Получилось побольше места, как в обычном. Затем у нас сиденья. И дальше у нас подъем на второй этаж. Хотя тут тоже кабинеты и... Автоматы с едой. Автоматы с едой. Так... Ну и на третьей вон тоже тоже кабинеты у нас. Тем более так темно. Есть библиотека. Вот она библиотека. Вот она библиотека. Вот такая вот небольшая. Но... Что поместилось, что поместилось. То есть у нас как бы библиотекарь. Которая обслуживает эту библиотеку. То есть мы как бы берем книгу на некоторое... На некоторое время. То есть на несколько дней. То есть на прокат. И в общем мы... Нас не регистрируют. То есть талончик нам дают. И... И мы в общем берем то определенного срока. Определенного. Да, драза, здесь снова темно. Так что... Это нормально. Так, казалось бы, что здесь такое оранжевое. Взяла тут. Ну и последний четвертый этаж тоже самый же, что и последующий, так что смотреть нет смысла. Спустились до первого этажа. Здесь у нас аварийный выход на случай пожара и пробных эвакуаций, на всякий подобный случай. К сожалению, там только один аварийный выход и главный выход у нас вот здесь, там где вход. В общем, друзья, как вам техника, он нормальный или так себе? Кстати, если читаю ваши комментарии по вторым выпускам про СССР в Майнкрафте, вам нравится и эта рубрика про иммуновские, и вторая рубрика про СССР в Майнкрафте. В общем, в общем, друзья, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, а также не забывайте, что чем больше лайков, тем больше будет выпусков про город в Майнкрафте. СССР в Майнкрафте, в общем, так что, вот так вот, в общем, ставим лайки, а также не забывайте мне писать идеи, что еще построить. Короче, на это все, спасибо всем, и да, друзья, скоро юбилей на канале, 50 лайков, фу, каких нафиг лайков выпусков будет про город в Майнкрафте. Так что, так что, я построю что-нибудь такое эксклюзивное для вас. Так что, друзья, спасибо всем, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok